Этот же пример мы с вами, вот все, что мы сейчас с вами говорили про Советский Союз и так далее, это примеры из прошлого. И молодежь спросит, ой, а точно так было? Может быть, вы что-то путаете? Может быть, как-то было по-другому? Давайте перейдем в свежий пример. Вот полтора год, год, не полтора года, год осуществлялся, реализовывалась так называемая зерновая сделка. Иными словами, она называется Черноморская инициатива или Стамбульские договоренности. Вот он, пример живой. С чего началось? Началось с того, что Запад начал проводить информационную кампанию по всему миру о том, что срочно, обязательно нужно помогать самым нуждающимся странам и возить зерно из Украины, с Украины, с территории Украины, в нуждающиеся страны, в первую очередь в Африку. CNN, New York Times, Washington Post все начали как один кричать о том, что есть проблема голода. Во-первых, проблема голода была не десятилетиями, а столетиями. Во-вторых, проблемой голода занимается Организация Объединенных Наций. В-третьих, никто никогда со стороны западных медиа такого внимания к этому не привлекал. Ну хорошо, хорошо, все поверили, что вот наконец, наконец, Запад решил заняться по-настоящему вопросами продовольственной безопасности и преодолением голода нуждающихся стран. За год, вы же слышали эти цифры, и вы сами называете эти цифры, только 3% всего объема зерна, которое пошло на, так сказать, в рамках этой сделки, дошло до реально нуждающихся стран. А 97% осело тем, кто не являлся никогда крайне нуждающимся. А если говорить простым языком, то несколько компаний, прежде всего относящихся к Америке и вот к Западу, западных компаний, которые являются владельцами земель, сельскохозяйственных земель на Украине, они просто купили эти земли на Украине, они и поставляют это зерно по этой сделке себе же. Причем они поставляли это зерно в таких количествах в Европу, что разорились фермеры Болгарии, Польши и целого ряда других стран. Знаете вы или не знаете, за прошедшие месяцы состоялась не одна, а десятки забастовок фермеров в странах ЕС, которые понимают, что поставляемое в Европу украинское зерно их разоряет. Они выходили, они перегораживали тракторами улицы, они требовали отставки правительства, они не понимали, что происходит. А что происходит? Просто обогащение нескольких компаний под видом поставок зерна нуждающимся странам. Удобрения, то же самое, удобрения, которые должны были идти в рамках этой самой пакетной сделки, они были заблокированы, российский аммиак был заблокирован. И как только реально уже стороны приступили к вопросу обсуждения того, что это удобрение аммиак должен пойти на нужды 45 миллионов человек, там 40-45 миллионов человек, киевский режим взорвал аммиакопровод. Запад не сказал ни одного слова. Вот вам конкретный пример роли только внутри того, что проходило за этот год, когда мы были готовы участвовать в этой сделке, когда мы делали все необходимое, когда это зерно шло, только оно шло из-за позиций западных компаний, не нуждающихся, а в Европу, наше зерно и наши удобрения, они были заблокированы с натовскими странами. В первую очередь странами-прибалтиками в Балтийском море. Так мы объявили о том, что мы готовы уже не продавать это зерно, а мы готовы это зерно отдать безвозмездно и плюс еще оплатить транспортировку до нуждающихся стран. Раз все говорят о нуждающихся, давайте мы бесплатно не просто отдадим зерно, но еще бесплатно его и доставим до нуждающихся. И даже это они заблокировали, они так и оставили заблокированные счета для того, чтобы оплатить транспортные расходы, для того, чтобы это все вывести, и они просто это не выпускали. Вот вам разница, вот вам наш подход, когда на нас давят, когда нас обкладывают санкциями, когда нас убивают и на поле боя, и уже просто в мирных городах, а мы все равно говорим о том, что мы готовы помогать другим, вопреки всему этому ужасу, который в отношении нас применяется. И их подход, они сытые, обеспеченные, благополучные, и при этом они еще думают, как бы еще создать в мире проблем для того, чтобы еще больше обогатиться. Разница подходит, понимаете? Вот она налицо, это конкретный пример. Сейчас все, что я сказала, подтверждено фактами. Я вчера на днях видела заявление министра итальянского правительства, Италия это натовская страна, который вышел к публике и сказал, да, мы подтверждаем факт того, что в нуждающиеся страны прошло абсолютное меньшинство из всех объемов. Мы вынуждены это подтвердить, понимаете? Вот она разница менталитетов.